При первых каплях дождя или хлопьях с неба, даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Таким социальным роликом начался сегодня урок в одной из школ Рязани. Урок физики. Казалось бы, где связь между ГИБДД и физикой? В настоящий момент проходит всероссийская кампания по безопасности дорожного движения, прогноз безопасности. Рязанская область также включилась в эту кампанию. И мы проводим занятия как с детьми в школах, в детских садах с маленькими участниками дорожного движения, в вузах, колледжах, а также в автошколах. Не секрет, что погодные условия очень сильно влияют на безопасность дорожного движения. Но, к сожалению, не всегда пешеходы об этом задумываются. Поэтому научить детей правильно ориентироваться в дорожной обстановке – это основная цель нашего урока. Так, сегодня в 72-й общеобразовательной школе прошел открытый урок. Тема урока – влияние природных условий на дорожное покрытие. Рассказали теорию, провели опыты, решали задачу. Получили ответ. Тормозной путь, конечно же, разный. Когда идет дождь, когда погода сухая, когда утром заморозки и асфальт скользкий. Школьникам пришлось сложнее всех. Надо рассчитать коэффициент трения шин об асфальт. Был очень интересный урок. Мы узнали много о ДТП, происходящих, которые будут у нас в Лизайне, как этого избежать. И правила безопасности для пешеходов. На этом уроке я узнала, что могут быть разные погодные условия. И от этого будет зависеть скольжение и торможение водителя. Вывод урока бесценен. Водитель может не успеть прикинуть в голове все расчеты, резко затормозив гололед перед зеброй. И лучше наблюдать за этим, стоя на бордюре, как зритель, чем стать участником совокупных случайностей. Мокрый асфальт, водитель не успел затормозить, ребенок вступил на переход раньше времени.